Третий храм, согласно пророчеству Езекииля, будет храмом Бога всегда, во все его дни. От дней начала строительства, от освящения жертвенника и во веки веков. Так написано в Библии. «Ты, Сын Человеческий, возвести Дому Израилеву, охрамися он, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его. И напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним. «И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма». То есть даже разобраться с устройством этого храма могут только те, которые устыдятся, покаются и обратятся к слову Бога, данному через пророка Езекииля. Когда будет построен жертвенник храма, когда будут принесены первые жертвоприношения, и когда дни освящения жертвенника завершатся, то Слово Божье говорит. «По окончании же сих дней, восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог». Совершенно ясно сказано, что постройка жертвенника храма и жертвоприношения животных на этом жертвеннике будут приняты Богом, и далее Бог будет милостив к тем, которые будут приносить жертвы ему в третьем храме. А если кто-то думает, что после начала жертвоприношения в третьем храме, через какое-то время там все-таки появится какая-то мерзость запустения, то вот стих Библии, который это опровергает. «И сказал мне, сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилев не будет более осквернят святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их». Третий храм будет местом престола Бога вовеки, и дом Израилев не будет больше осквернят святого имени Бога идолослужением. Библия однозначно утверждает, что третий храм, описанный в пророчестве Езекииля, всегда будет храмом Бога и никого другого. Еще надо сказать, что храм, описанный в пророчестве Езекииля, это материальный храм. В Библии подробно указаны размеры строения этого храма, даны измерения земельных участков внутри священного удела, даны географические подробности местоположения будущего храма, подробно описан порядок жертвоприношений, показаны подробности жизни священников, вплоть до священнических вдов. То есть все это описание будущего храма относится к этому миру, где люди рождаются, умирают, женятся и выходят замуж. Согласно пророчеству Езекииля, третий храм будет построен не на храмовой горе в Иерусалиме, где стояли прежние два храма. Место третьего храма задано в самом пророчестве Езекииля, и это место уже найдено. В 30 километрах к югу от Иерусалима, на южном склоне горы, на северном берегу ручья Нахальхивер, где до сего дня сохранились руины жертвенника, построенного Авраамом и названного Иеговой Ре. Именно на месте руин этого жертвенника Авраамой будет построен жертвенник третьего храма. Богу будут приноситься жертвы по закону, времена беззакония закончатся. Теперь надо разобраться, а в каком же храме в вас сядет человек греха. Все лжеучение о человеке греха, который сядет в иудейском храме, основано на одном единственном стихе из Библии. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Когда апостол Павел писал «в храме Божьем сядет, как Бог», то слово «храм» там написано по-гречески «наос». Это слово означает «святилище» или «скине». Этим же словом «наос» апостол Павел называл христиан. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Версия о том, что в иудейском храме сядет человек антихрист – это откровенный бред. Ни в первом, ни во втором, ни в третьем храме не предусмотрено место, где бы мог сидеть человек. Святой святых – это темное помещение. Там нет вентиляции, там нет стульев, там нет туалетов, нет комнат для переодевания и для отдыха. В святом святых в первом храме находился только ковчег завета. Во втором храме уже и ковчега завета там не было, но только с внешней стороны перед завесой стоял жертвенник для воскурений, стол с хлебами предложения и минора. В третьем храме, согласно Езюкилю, уже не будет завесы, отделяющей святой святых, а из предметов останется только деревянный жертвенник для воскурения фимиама. Если бы какой-то человек посмел войти в святой святых и воссесть там на троне, то первыми, кто закричали бы о беззаконии, были бы иудеи. То есть вариант с буквальным восседанием человека в иудейском храме – это откровенный бред. Из чего бы апостол Павел стал вдруг указывать христианам на отступление, которое будет в иудаизме? Какое отношение к христианам-язычникам имел иудаизм? Иудаизм в те времена уже отверг Иисуса как Мессию, и зачем было указывать на какую-то тайну беззакония в тех, которые уже отвергли Иисуса Христа? Слова Павла о тайне беззакония относились к самим христианам. Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И этот перевод умышленно был сделан неправильным. В оригинале по-гречески здесь нет слова «взят». Греческое слово «геномай» означает «родиться» или «явиться». Правильный перевод этого стиха будет. «Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока родится от среды удерживающей теперь». То есть тайна беззакония уже была в дни апостола Павла. Но эта тайна откроется только тогда, когда родится от среды тот, который удерживал эту тайну от раскрытия в дни апостола Павла. Мы знаем про тайну, которая откроется в дни, когда вострубит седьмой ангел. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. А о какой тайне здесь речь? Ответ есть в Новом Завете. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Тайна, которая откроется при седьмой трубе, есть Христос в вас. Это будет воплощение Иисуса Христа в тех христианах, которые от среды явятся в восточные ворота третьего храма. Когда восточные ворота затворятся в момент их закрытия, во мгновение ока, Христос воплотится в явившихся в храм людях. И это явление Иисуса Христа во славе откроет тайну беззакония остального христианства, которое было противниками третьего храма или игнорирует этот храм. Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока родится от среды удерживающий теперь. «Когда от среды родится младенец мужеского пола, который будет восхищен к престолу Бога в третьем храме, то откроется беззаконие живущих по плоти в христианстве. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Здесь написано, что дитя будет восхищено к престолу Бога, а престол Бога, согласно Библии, будет в третьем храме. «И сказал мне, сын человеческий, это место престола моего, и место стопам ног моих, где я буду жить, среди сынов Израилевых вовеки». Итак, вся картина второго пришествия вполне проста и понятна. Вначале строится храм, описанный в пророчестве Изекииля. «Когда храм будет построен, то в восточные ворота храма явится слава Господа. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку». «Кто это такая слава Господа?» Про славу в Библии написано. «А жена есть слава мужа». И еще, совсем уже определенно написано, что касается Датита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Когда посланники церквей, слава Христова, явятся в восточные ворота третьего храма, то после вхождения в восточные ворота полного числа язычников, в момент закрытия восточных ворот, они станут воплощением слова Бога, воплощением Христа во втором пришествии. «Слово Бога опять станет плотью. Слово воплотится. Это воскресение первое. Записанное в Библии слово о храме воплотится в постройке храма и в явлении Господа Бога Израилева в восточные ворота этого храма. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сей будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены». Теперь вы понимаете, какую ловушку приготовил Господь Бог для сатаны? Те, которые принесли себя в жертву Богу сейчас, которые были в великой скорби все время одни Иисуса и до ныне, получат искупление, будучи взяты на брачный пир в третьем храме. Они следовали за словом Бога, были послушны Христу и исполняли Его заповеди. Те же, кто слушал слова Иисуса Христа, но не исполнял их, дом их, христианская религия, будет смыт вместе с ними, и они окажутся ни с чем. Потому что они слушались людей, верили байкам про антихриста в третьем храме, а сатану в своем собственном храме Бога Живого пропустили. Сейчас пропустившие сатану в христианских конфессиях ждут каких-то великих знамений. Третьей мировой войны, ужасных землетрясений и цунами ждут, что солнце вдруг потемнеет и луна станет красного цвета, как кровь. Но они не поняли, что все это уже сбылось в них самих. Солнце Христос в христианстве стал тьмой их невежества, наподобие ожидания антихриста в иудейском храме. Солнце – источник света, а свет Христа – это его учение. Невежество, поглотившее христианство, это и есть тьма. Луна, церковь, уже не отражает свет учения от Солнца Христа, но христианская религия стала как кровь. Душевным религиозным междусобойчикам, клубами по интересам, где люди следуют за людьми, находят красноречивых пасторов-пустобрехов и верят их лжи. Звезды небесные, мудрецы и учителя церкви, которые должны были жить в небесном царстве, опираясь на твердь святого духа, уже не по духу поступают, а по плоти, окажавшись на земле в своих деноминациях. Лжепророков в христианстве – море. Любая деноминация создана таким лжепророком, и это не только человек или группа людей. Лжепророк – это лживый дух, он в любой деноминации лжив, искажает священное писание в угоду этих людей и служит разобщению святых. Между тем, главная заповедь Иисуса Христа требует нашего единства. Да будут все едины, как ты, отчего мне, я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Да будут едино, да уверует мир. Но распявшие тело Христа христиане в деноминациях приступили эту заповедь. Восстановлением единства тела Христа будет постройка третьего храма и собрание там избранных от четырех ветров, которые явят это единство тела Христа перед всем миром. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие сына человеческого. Не надо бегать по деноминациям, не надо искать истинных пророков, их нет и уже не будет. Все будет проще. Построенный в Израиле третий храм соберет туда избранных, и это событие станет молнией второго пришествия Христа. Благодаря телевидению и интернету храмы собравшихся там святых увидят весь мир. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Труп здесь мертвая христианская религия, а три орла к этому трупу уже слетелись. Орел был символом Рима, это католицизм. Орел был символом Византии, это православие. Орел ныне на гербе США, это протестантизм. Все три христианских империи, пожирающие им мертвичину христианства. А воскресшим телом Христа будет младенец Израиль. И вдруг после скорби дней тех солнца померкнет, и луна не даст света своего, звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. Солнце Христос уже помер в христианской религии. Луна Церкви уже стала собранием душевных, духа не имеющих. Это люди, отделяющие себя от единства веры душевной, не имеющие духа. Отделили себя от единого тела Христа, создав конфессии и динаминации. И звезды христианства упали с небесного царства на землю их плотских динаминаций. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. Знамением Сына Человеческого на небе будет явление избранных от четырех ветров, которые явятся в восточные ворота третьего храма. А племена земные, которые восплачут, это не евреи. Племена земные – это христиане в конфессиях. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления, они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач гадримона в долине Мегедонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левиена особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо. Здесь племя дома Давидова – это апостолы. Племя дома Нафанова – это пророки. Нафан был пророком. Племя дома Левина – это пастыри. И племя Симеонова – учителя церкви. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Все эти служения апостолов, пророков, пастырей и учителей даны только до времени достижения единства веры. Именно это единство веры и будет показано всему миру в избранных, явившихся в восточный ворот третьего храма. Когда 10-го Тишрея в Йом-Кипур закроются в восточный ворот третьего храма, то наступят дни плача тех, кто нес свои служения в церкви. Рушатся гроздья деноминаций и будут рыдать апостолы, создававшие эти церкви. Потом будут плакать пророки, потому что все они казались плененными, в заблуждающих духах. И будет в тот день устыдяться такие прорицатели, каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя влосяницы, чтобы обманывать. И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Будут плакать все, которые шли за такими пророками в своих церквях. Потом будут плакать пастыри, потому что их общины рушатся. Потом будут плакать учителя церкви, потому что у них больше не будет служения, их никто не будет слушать. Служение евангелистов при этом не прекратится, потому что Евангелие вечно. Прообраз краха христианства описан в книге Судей. Сын блудницы, судья Ефай, одержал победу вместе с иудеями. Перед сражением Ефай дал обет принести Богу во всесожжение то, что выйдет к нему из дома навстречу, когда он вернется после победы. И вышла навстречу Ефая его единственная дочь. Разумеется, Ефай не мог принести дочь в буквальное всесожжение. Он должен был отдать дочь в служение при Скинии, и при этом ей запрещалось выйти замуж. Поэтому дочь Ефая вначале оплакала свое вечное девство в горах. С 9 авгу до Йомки-Пур, когда стала служить Богу при Скинии. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал. И она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Ефая, голодитянина, 4 дня в году. 4 дня в году, когда оплакивают дочь Ефая, это 4 дня между Йомки-Пур и праздником Суккот. В праздник Суккот закон запрещает плакать. После принесения Господу в третий храм жертвы святых, явившихся в восточные ворота, 4 года будет разрушение христианства. Апостольских структур конфессий. Потом разрушение тех, кто верили пророкам в христианской религии. Затем разрушение всех общин и отдельно гибель всех учений христианства. И будет рыдать земля каждое племя особо. Племя дома Давидова особо и жены их особо. Племя дома Нафанова особо и жены их особо. Племя дома Левиена особо и жены их особо. Племя Симеонова особо и жены их особо. Каждый уровень будет разрушаться особо, и все последователи этого уровня, жены, будут разрушены, каждый в особом порядке И далее в книге судей очень показательная история про ефремлян, которая и есть про образ христиан Когда ефремляне узнали, что иудеи под предводительством Ефая победили, то они решили пойти и сжечь дом Ефая Дочь на иврите – бат, дом на иврите – байт, разница в одну букву – йод И Ефай не принес в буквальное всесражение свою дочь – бат, и Бог не позволил ефремлянам сжечь дом Ефая – байт При переправе через Иордан погибло 42 тысячи ефремлян Чтобы отличить ефремлян, иудеи требовали от них произнести слово колосья – шиболит Но ефремляне не могли выговорить шиболит, они говорили сиболит И иудеи их сразу убивали У евреев – иешуа, у христиан – иисус Это и есть прообраз уничтожения христианства иудаизмом, который построит третий храм Превозносящиеся над природной маслиной ветви маслиной дикой, погибнут 42 тысячи погибших ефремлян повторяются и в другой притче Где пророк Елисей после восхищения Илии проклял насмехавшихся над ним детей из Вифиля В Вифиле стоял идол – золотой телец Тогда от проклятия пророка погибло 42 ребенка И это же параллельно 42 месяцам зверя из Откровения Где озверевшие христиане-язычники будут попирать небесный Иерусалим Идти против постройки третьего храма, за что и поплатят со своим вечным позором и поруганием Так слово Бога, Библия, совершит Божий суд против тех, которые незаконно причислили себя к народу Бога Которые назвали себя христианами, не став таковыми изнутри Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись Сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного Для всех послушных Ему Для послушных Бог спасает только тех, кто исполняет Слово Бога Изначальная вера в Иисуса Христа, когда люди готовы были идти на смерть ради правды Выродилась в свою противоположность, когда именем Иисуса Христа стали называть идола Воссевшего в храме Бога Живого Если до 4 века быть христианином означало быть диссидентом, инакомыслящим Которого правящий режим мог лишить имущества, отправить в тюрьму и даже умертвить только за одну веру в Иисуса Христа То после 4 века церковь продалась кесарем за чечевичную похлебку и наоборот стала преследовать и физически уничтожать тех, кто был против христианской религии Это была уже религия антихриста Вместо настоящего Иисуса Христа, который, согласно Библии, родился осенью в 8 день 7 месяца Тишрей Был выдуман ложный Иисус, якобы родившийся 25 декабря, в день рождения римского Бога Солнца Нетрудно понять, что нынешнее Рождество – это и есть праздник идола Иисуса И ввел меня во внутренний двор дома Господней, вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу 25 Это в полной мере исполнилось в христианстве Это религия – идола Иисуса Христа Господствующий дух в христианстве – это лжепророк, занявший место Святого Духа И ничего другого, кроме уничтожения этой религии, не будет Все ожидания христианами восхищения церкви – плод глубочайшего заблуждения Потому что восхищение церкви – это и есть взятие в восточные ворота третьего храма И дальнейшее воссоединение нас с евреями в Израиле Те, которые принесли себя в жертву Богу, те могут быть взяты в землю завета А нечестивому Богу из земли Магог, высокомерным сектантам из всяких Пятидесятнических, баптистских, адвентистских, православных и прочих конфессий Вход в Царство Бога закрыт Что я сейчас и рад всем объявить Третий храм уничтожит человека греха, воссевшего в христианстве Продолжение следует...